Разделить угол на четыре конкурентные части цирковей. Мне нужно выстраивать биссектрису. Да. Можно выстроить биссектрису, и биссектрису получившуюся угол. И что? Биссектриса делит угол на две равные части. Да. А как на четыре? На четыре нужно построить биссектрису, и эти два угла тоже должны быть биссектрису. Ну, конечно. Четыре – это дважды два, да? Вы знаете, как трудно прочитать, потому что математики, неважно на какую тему, не написав эту формулу, что четыре – это два умножить на два. Вот у нас, видите, это прозвучало. Действительно, сначала угол разделили пополам, а потом, когда каждую из этих половинок разделишь еще раз пополам, то все замечательно получится. Между прочим, там дальше есть очень важное примечание. Вы сейчас не поймете, но пройдет каких-нибудь пять лет, и вы все это будете уже замечательно знать. Идея такая. А вот на три равные части, а на пять равных частей, а на семь и так далее. Дело в том, что пополам делить, вы поняли, любой угол легко. Значит, и на восемь частей и так далее. Так вот, ребята, оказывается, что это одна из знаменитейших задач на построение. Причем она возникла сразу, как только возникла геометрия. Этих задач, кстати, было не так много. Называется трисекция угла. Три секция – деление угла на три равные части. Так вот, господа, задача действительно оказалась трудной. Ну а потом доказали, что ее невозможно решить циркуем имени. Заметьте, алгебраическая теория, заметьте, кстати, алгебраическая, а не геометрическая, которая полностью решила этот вопрос, возникла в начале девятнадцатого века. Это Гаусс, много других математиков замечательных, и был такой замечательный Глуа. Теория называется теория алгебраических полей. Теория Глуа и так далее. Смотрите, геометрия возникла очень давно в Древней Греции. Задача сразу была поставлена. Сразу, вот на первых же парах, только-только начинаем рисовать циркулемой линейкой, видим, что отрезок разделить и на три части, и на пять, и на сколько хочешь равных частей, очень легко. Теория Афалеса сразу задачу решает. А вот оказывается, что задачу отделения угла на три части циркулем и линейкой решить, в принципе, невозможно. Тут очень важно понимать. Если у вас есть, скажем, угол девяносто градусов, вот у вас есть прямой угол, можно ли его разделить на три равные части? Да запросто. Я беру, рисую вот такую вот окружность, после этого с этим центром рисую вот так вот окружность. Что возникает, так называется, треугольник? Равнобедленный. Равнобедленный, верно, а еще? Равносторонний. А если он равносторонний, значит, у него все углы по 60 градусов. А если здесь было 90, а здесь 60, то здесь 30. Вот мы и решили задачу о тресекции прямого угла. Есть некоторые углы, которые удается циркулем и линейкой разделить на три равные части. Да? Ну, такие вот, походы рисуются угла, они решаются только тогда, когда для всех вариантов подходит одно и то же. Правильно. Речь идет о несуществовании выстроения, которое работает для общего случая. То есть, если вам рисуют угол, не конкретный какой-то, вот такой вот специальный, 90 градусов или что-нибудь в этом роде, а любой, любой угол, и не говорят, какой он, а вот просто совсем-совсем-совсем любой. И требует... А вот тогда нельзя. Тогда нельзя. Чтобы вы поняли, до чего эта задача неочевидная. Две недели назад на лектории Малого Мехвата, ясноши классников, была моя лекция примерно на эту тему. Она называлась «Корни из единицы», «Гауссовые суммы» и так далее. Так вот, я там подробно рассказывал, и, между прочим, даже за одну лекцию не успел, у нее еще и продолжение будет, а в всяких там правильных мегугольниках, и не только о них. И там звучала такая фраза. Если возьмешь пятиугольник, то его можно нарисовать циркулем и линейкой. То есть, 72 градуса... Все понимают, да? 360 разделить на 5 от 72. 72 градуса... 72 градуса можно нарисовать циркулем и линейкой. А вот, если возьмешь, скажем, семиугольник, нельзя. Одиннадцатый угольник, нельзя. А вот семнадцатиугольник можно. Представляете, неожиданная вещь. Чем число семнадцать, с вашей точки зрения, лучше, чем одиннадцать или чем девятнадцать? Да ничем. Больше чем семнадцать? Нет. Девятнадцать больше, чем семнадцать. А девятнадцать нельзя. Тринадцать меньше, чем семнадцать. А тринадцать нельзя. А вот семнадцать можно. Эту задачу впервые решил великий немецкий математик и физик, астроном Кант Фридрингаус. Вот, выяснилось, что семнадцатиугольник можно. Более того, шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь. Тоже можно. Это, кажется, студент уже нарисовал, да? Нет, это не студент рисовал, это Гаусс понял. Коля, один раз понял. После этого можно делать сколько угодно эпигонских работ, сколько угодно раз можно это переписывать и так далее. Понял это тогда одновременно с семнадцатиугольником Гаусс. Понятно, да? Так вот, я две недели назад на Малом Нехмаге сумел, это очень легко мне почувствовать, даже вам я смог бы это сказать, я сумел рассказать им подробно, как рисуется пятиугольник. Семнадцатиугольник с прошеклассником я тоже расскажу. Но только вот вам про пятиугольник еще имеет смысл послушать ту лекцию. Про семнадцатиугольник совсем, но это действительно тяжело. Вот, все, запомните. Есть задачи, которые циркулем и линейкой нельзя решить. Например, трисекция. Кстати, есть еще более известная задача. Это задача удвоения куба. Она, кстати, тоже была в Древней Греции. Да, что? Я вот читал про эту задачу, и мне кажется, даже понял, почему нельзя. Понять, почему нельзя, вы не могли. Ну, какая-то... Нет, 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 шансов понять, почему нельзя, у вас совсем нет. Ага. Вот. Ну, то есть, кстати, ребята, это страшный бред от так называемого научпопа. Это когда вы видите математическую книжку, и там на обложке нарисованы березки, малинка, машинки какие-нибудь, да? Вот. И вам после этого кажется, что вы поняли математику, и, к сожалению, ничего подобного. Математика — это точное утверждение, и, кстати, ничего стыдного в том, что не понял, в математике нет. Самое страшное — это когда человек перестает отличать точное утверждение, которое он знает, от утверждения, которое он не знает. И одна из целей математики, между прочим, как учебного предмета, состоит именно в том, чтобы понимать, что от утверждения либо истинно, либо ложно, мы либо доказали, либо не доказали. Если мы доказали, то уже не важно, что по этому поводу думают другие люди. Всё, мы это уже доказали, это уже точно. Понятно, да? Так вот, вы не могли это понять, потому что, чтобы это понять, надо знать, что такое поле третьей степени. Надо понять, что такое многочлен, и так далее. Это достаточно трудная штука. Скажу, абсолютно не делая вид, что вы это поняли, если вам дали кубик с некоторым ребром, с некоторым ребром А. Задача состоит в следующем. Циркулем и линейкой нарисовать отрезок, отрезка нарисован, вот он. Циркулем и линейкой нарисовать отрезок, чтобы куб с соответствующим ребром был бы по объему ровно в два раза больше. Казалось бы, чтобы квадрат по площади был в два раза больше, проблем никаких. Вот у нас есть квадратик произвольный. Вы берете и рисуете вот так. Кстати, все знают эту картинку знаменитую? Получается квадрат, что? Состоящий из четырех треугольников, правильно? А этот квадрат состоял из двух треугольников. Но четыре в два раза больше, чем два. То есть удвоение квадрата очевидная штука. А удвоение куба циркулем и линейкой сделать абсолютно невозможно. Для этого нужно уметь находить вот такую штуку. А можно доказать, что уравнение третьей степени невозможно решить при помощи циркулем и линейки. Так, ну ладно. Деление угла на четыре можно при помощи двух теорема вписанной мудре? Нет, нет. Если построение есть, то очень часто уже можно придумывать разные варианты. Можно искать там, когда лучше, хуже. Но... Продолжение следует...